Актуальны транспортные проблемы и в Саратове, но теперь со своими претензиями по поводу дорог и их ремонта жители могут обращаться на специальную горячую линию. К тому же в области активно ведутся ремонтные работы на сельских дорогах. Обо всех изменениях Татьяна Кудасова. Теперь сообщать о некачественном ремонте дорог в Саратове и области или его отсутствии в принципе можно в любое время. В рамках проекта «Единая Россия, мой двор» и новые дороги городов России открылась горячая линия. Первые звонки уже начали поступать. Добрый день, горячая линия проекта дороги. Представьтесь, пожалуйста. Отвратительно, машина все ломается, бьется все. Невозможно ездить. Мучаемся. Вот посмотрите по Ульяновске, там подальше, напротив рынка. Там ужасно, еще хуже дороги, чем здесь. В Красноармейске отремонтированных дорог и тротуаров местные жители не видели давно. В плачевном состоянии и придомовые территории нескольких микрорайонов. Некоторые магистрали не благоустраивались со времен основания города. Координатор проекта Константин Лекомцев многочисленное обращение жителей Красноармейска без внимания не оставил и по проблемным участкам проехал лично. Лично убедились в том, что дороги находятся в недовлетворительном состоянии. Дороги ведут не только к домам, где проживает население, но и к социальным сферам. Здесь находятся два садика в этом микрорайоне. В связи с сложившейся ситуацией будем выходить к секретарю регионального полицсовета Валерию Васильевичу Радаеву губернатор Саратовской области с просьбой о выделении средств на ремонт как дворовых территорий, так и межквартальных проездов. Сегодня работы по благоустройству магистрали в районных областях идут полным ходом. С федерального бюджета на ремонт сельских дорог в этом году регион получил 210 миллионов рублей. Для улучшения ситуации в Красноармейске на ремонт дорог необходимо почти 13 миллионов рублей и около пяти на придомовые территории.